Привет, дорогие мои, с вами Женя, сегодня мы продолжаем играть в Get Ivo. Я безумно соскучился по этой игре, целый день не играл, честно скажу, с первой серии она меня сильно впечатлила, поэтому давайте не будем откладывать и начнем продолжать прохождение. Мы, как помните, в предыдущей серии оказались вот в этой самой комнате, и с нами общался наш психиатр, который объяснил нам, в чем суть до дела. Что ж, если помните, дело происходит с одним человеком, который вроде как наемный убийца, и он как-то связан со всем тем, что здесь происходит. Довольно импозантный, брутальный мужчина, прям как мы с вами все вместе. Пас, то есть пистолет? Мой пистолет. Считайте это защитой, мистер Блэк. С знаком доверия. Я поясню, ваша память пострадала при взрыве. Вы сами пришли к нам, чтобы узнать ответы на два вопроса. Что вы там делали? И кто эта девушка? Я знаю, что я там делал, спросил девушку. Это уже прогресс. Пожалуйста, продолжайте. Что продолжать? Что же тут за эксперименты происходят? Чего они от меня хотят? Но они явно настроены очень враждебно, поэтому мы будем убивать всех, кто будет на нашем пути. И жалеть не будем никого. Эта камера мне уже не нравится. Что если я смогу ее вырубить? Так, можно? Похоже, что нет. Но зато у нас есть вещдок. Процесс обнаружения. Анализ завершен. Блок памяти RR003. Кодовое имя Пандора Савант. В смысле, как у меня. Да похоже, что наши враги-то не те, о ком мы думаем. Мне сейчас очень не помешает карта. Потому что я совершенно этого места не знаю. И я тут даже не... Это кто еще? Ты кто такой, мать твою? Клиника Питхерст. Блэквелл. Индентификационные данные. Номер пациента. Волт Кауфман. Кэтс Хилл. 69-го года. Код специального обращения пока не определен. Постоянный присмотр. Пациент страдает тревожным неврозом и, возможно, депрессивным расстройством. Проявляет внешнее спокойствие, когда все решения за него принимают другие. И сильно возбуждается, когда принятие решения возлагают на него. Послушный и малоподвижный по характеру. Пациент быстро возбуждается и идет на конфликт. Если остановить его одного на продолжительное время. Оставить. Ну, да не суть. Сведения о заболевании. Пациента доставили в клинику, когда он начал кричать и плакать в местном супермаркете. В полицейском участке, в полицейском отчете указано, что пациент шептал. Они уже здесь. И они знают, что я натворил. О боже, сжалься надо мной. После предварительного осмотра пациент был принят на лечение и получил успокоительное. При последующем осмотре психиатр выявил у пациента навязчивые идеи о заболевании, смерти и убийстве. Пациент разговорчив, но крайне неохотно отвечает на вопросы. Да, похоже, что у него явные проблемы. Да ты откровенно психопат. Еще если с ним столкнемся, так вообще вот. История на двоих. Так, давай-ка я тебя попробую. Хочу тебя просканировать, дружище. Ты должен быть полезным. Давай, иди сюда. Что ты за существо такое? Что это за фигня у тебя на голове? Найдено совпадение. Волт Каунфман. Вооруженная сила. Часть засекречена. Военный. Что он здесь делает? Я буду озвучивать все прям как герой. Пытаться. По крайней мере. Мне нравится его голос. Он такой хриповатый. Брутальный. Почему бы просто нет? А кто у нас здесь? Посмотреть. Джон Киттинг. Пациент работал преподавателем английской литературы в средней школе. Но после автомобильной аварии у него, вероятно, возник синдром Клювера-Бюсси. Я впервые вообще об этом слышу. Две недели назад пациент пострадал необычные симптомы. Он перестал узнавать родных и друзей. Вел себя, на удивление, спокойно. Почти индиферентно. И часто пытался засунуть в рот различные объекты. Свою записную книжку, пустые бумажки и стаканы. А, пустые бумажные стаканы. Да, я что-то сегодня слишком рассеян. После постановки диагноза пациент был переведен в нашу клинику, где мы назначили ему курс лечения препаратом. Слушайте, ну тут явно какие-то отбросы собрались. Иначе что они здесь делают, я пока объяснить не могу. Вот, собственно, эти ребята. Давайте посмотрим на этих говняков. Биполярное расстройство. Это явно отморозок. Пациент 2.13. Депрессивное расстройство. Локальное. А это что? Папетмастер. А, это... Папетт, это вот эти вот... Пантомимы, по-моему. Короче, понятно. Да, еще один отморозок, короче. Кто здесь? Ну, ублюдки, выходите. Ты, 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 ты думаешь, что раскусил меня? Ну, подожди. Я подползу к тебе сзади, а потом... Слушай, ты ко мне сзади не подползешь. Потому что после этого ты будешь трупом. Леонард Шелби, 31 год. База пропавших. Дело открыто в сентябре 2000 года. Сентябрь 2000. Сентябрь 2000 года. Стоп. Это же было. Когда это было? Слушай, так больше похоже, что людей похищали нафиг. Их тупо похищали. Что с тобой, дружище? Пациент страдает диссоциативной амнезией. Проявляет ложное понимание собственного «я», сведений о своем прошлом и общей картины мира. Пациент утверждает, что недавно пережил травматический эпизод, но не может вспомнить подробностей. Если ему позволить, пациент начинает бродить по лечебнице без какой-либо видимой цели. Если спросить его, куда он идет, пациент отвечает сюда, а затем садится там, где его остановили. Явился в полицейский участок Уитхала, где начал вести себя неадекватно. На допросе пациент только попросил привезти Кэтрин, его жену. В ходе дальнейших допросов пациент не мог вспомнить вышеупомянутую Кэтрин. После неудачной попытки самоубийства в камере полицейского участка пациент был оперативно доставлен в нашу клинику. Сбор еще для всяких отбросов, короче. Эй, друг, я здесь. Ты выбрался? Как ты это сделал? Не бросай меня. Держись. Что здесь происходит? Где мы вообще? Умоляю, помоги мне. Вон тот выключатель. Отпирает дверь. Ты должен мне помочь. Зачем мне тебе помогать? Ты только посмотри на себя. Да ты же урод. Не, ну, конечно, шлем-то у тебя неплохой. Сэмсон Черный, пациент номер 309. Чувак, это слишком пафосный какой-то. Calm down, man. Chill out. Слишком он не вызывает доверия. Я бы ему не помогал, если честно. Верни его. Ты должен. Я тебе ничего не должен. Понял? Ничего я тебе не должен. Что ты такое? Ну, я понимаю, что это такое. Мне интересно, что у них за шлем на голове и для чего он? Он их как-то пытается вылечить. Может, он, не знаю, входит в диссонанс с его волновой активностью головной. Просто открыть дверь. Открыть дверь, сейчас ты от меня указан. Начинаешь бесить. Тут нужен ультрафиолет. Да и вообще, я тебя бы не выпускала отсюда. Десять лет. Бесить. Ты доволен? А теперь я возьму пистолет. И буду тебя держать на прицеле. Просто открыть дверь. Открыть меня, пока он меня обратил. О, спасибо. Ты не хочешь реагировать этого. Ты не хочешь реагировать этого. Ты не хочешь реагировать этого. Слушай, ну я бы тебя пристрелил. Тогда бы я точно не пожалел. Хотя бы ногу тебя прострелил бы. Ты ж потом меня прибьешь. Ох, не доверяю я этому парню. А тут никому доверять нельзя. Тут только сам по себе должен быть. Иначе не выживешь. Что за заметки? Сердце тьмы. Ужасы асайлома. Так, Ричард Бахман и Брайан Ивинсон. Психиатрическая лечебница Литхерст была построена в 1962 году. Изначально была рассчитана на 500 человек. Однако в середине 80-х в клинике одновременно проживали более 2000 пациентов. Через 15 лет лечебницу закрыли после многочисленных жалоб бывших пациентов. И серии газетных публикаций о шокирующих методах нетрадиционной терапии, которые применял директор клиники доктор Вильям Бенвей. Так, он был сторонником радикальной теории, согласно которой инфекциями вызваны все расстройства. И лучшее лечение устранить источник заражения. Утверждаю, что он удалял пациентам зубы, если считал лечение неэффективным, регулярно ампутировал некоторые органы, в том числе яички, матку, яичники и желудки. Твою мать. Заявлял, что эффективность его метода 90%, но на самом деле многие из его пациентов скончались. Шесть. Понятно. В общем, появились неофициальные названия «Больница удаленных зубов». Урод. Слушай, ну тут, короче... Я же просил вас не обращать на них внимание. Без вашей помощи я не смогу полечить. Ага, конечно. А ну сюда, все по одному. Вуршер Уикли. Бен Вейтава своим пациентам ЛСД и требовал, чтобы они открыли с его помощью свой внутренний мир. Он признал, что его теория об инфекциях была, возможно, не идеальной, но увидев результаты терапии доктора Эллиота, он решил, что ЛСД станет панацеей от всех психических расстройств. Обнаженный пациент должен получать высокие дозы ЛСД и находиться в одиночной камере по меньшей мере две недели. После такого становилось хуже. Порой лечение заканчивалось трагически. Так, например, Пикмен, страдавший шизофренией, вырвал себе глаза и съел их. Ах, жесть. А другой покончил с собой путем самоудавления. Я не совершил ни одной ошибки, заявил доктор Бен Вейтава. Отвечаю на обвинение. В 99-м году лечебница была закрыта навсегда. Многие жители надеются, что ее снесут. Но, к сожалению, она стоит по сей день. Понятно. Здесь в 2003 году проходили съемки малобюджетного фильма ужаса в последний сеанс. Похоже, это будет только для кого-то последний сеанс. А ну по одному. Мы тут фильм снимаем, выходите. Фильм про любовь. Я двигаюсь в правильном направлении, потому что музыка меня об этом уведомляет. Так, а общие замечания. Пациент работал камевояжером, но после нервного срыва объявил себя лидером культа. Да, конечно. Иди сюда, падал. Ну что, думал, я тебя не замечу. Думал, я не знаю, что ты за мной подешиваешь. Слушайте, ну это получается уже культ. Я не знал, что. Все будет вокруг, опять оккультные. Фигни. Ваша память пострадала, но реакция осталась прежней. Это чисто мышечная память. Потрясающе. Что это за херня тут творится? Тут полно беглецов, преступников, бывших военных. Что я в Атьмашу? Мать вашу, да, в Атьмашу, короче. Я понимаю ваше любопытство, мистер Блэк, но вы сможете задать вопросы чуть позже. Пожалуйста, продолжайте. Я уже заговариваюсь. Да мы тоже. Не особо-то хороши. Психопат еще тот. Главный герой. Слушайте, ну тут очень много плазм. Должно быть, эта организация хорошо шпонсируется. Потому что каждая плазма с камерой. Такие телевизоры стоят очень недешево. Отметки. Общие замечания. Пациент страдает почти полной потерей памяти. И поэтому не способен отличать реальность от фантазий. Он страдает визуальным и звуковыми галлюцинациями в сочетании с частыми внетелесными переживаниями. Так, господи, тут одно и то же. И все про этих уронов. Закрыто. Конечно. Я бы сходил назад. Там еще был один проход. Я там не был. Вот здесь еще есть дверца. Понятно. Она закрыта. Тогда путь один. Только прямо. Двигаться по этим коридорам. Но вы видите, что за нами наблюдают, поэтому... Хочешь, не хочешь, тебя тут заметят. Первый день рождения? Второй день рождения? Четвертый день рождения? Слушай, дай я тебя просто грохну. Кто тут есть? Да, кто-то есть. Кто-то. Стоя еще. Реал? Блин. Тебе просто повезло. Давай я тебя сразу. Нет, 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 нет! Что ты делал? Что они работают? Где они? Ты забрал торт и подарки. Где они? Я забрал торт и подарки. Простите, что? Вы повредили схему, когда копались в предохранителе. Причинным следствием, мистер Блэк. Вот почему вы здесь. Действие и противодействие. Прошлое и настоящее. Продолжать что? Что за херня? Его укокошил, или он живой? Не, он живой. Слушай, ну ты же за мной побежишь-то, я знаю. Вот сейчас... Немного пройду, и он сразу рванет. Ну, давайте двигаться. Выхода-то нет. Да больше похоже, что это какое-то испытание. Вы всегда что-то ищете. Вы впрямь усердный сыщик, мистер Блэк. Дивное качество, и оно пригодится, когда мы будем готовы к первому... Путешествию. Когда на вас наденет Пандора, чем больше у вас контактов с внешними раздражителями, тем эффективнее восстанавливается синоптическая память. Я тебя найду, тварь. Я тебя найду. И тогда ты просто пожалеешь о том, что ты со мной это делаешь. Я тебе живым не дамся. Ты не думай. Слушайте, тут слишком много коридоров для такого маленького помещения. Кто все это строил? Все? Западня? Визитки. Роджер Ховард. Исполняющий директор. Понятно. Так что, получается, Роджер что? Это моя следующая цель, походу. План здания. Так это мы здесь сейчас или где? Ну да, это, получается, это самое место. Холл. Где мы находимся? Где-то в подвальных помещениях? Подожди, нет, там Subway, это получается, и другое. В Бирминге. Я, кстати, в начале игры сначала подумал, что мы находимся где-то вообще в СНГ, когда увидел тот забор. С первой серии, с самого начала. Но потом почитал немного, оказывается, что... А, с СНГ не имеет отношения сюда. Пандора реагирует, смотрите перед собой и не отводите взгляд. Терпение, мистер Блэк. Успокойтесь, сосредоточьтесь. Блоку памяти нужно немного времени для калибровки. Что ты со мной хочешь делать? Красиво. Девушка. Тоже та самая девушка. Мне нужна моя камера. Тут что-то явно есть. Advanced Defense Strategy. Скоро представит новый проект. Компания является крупнейшим поставщиком оружия в Великобритании. Готовится представить новую разработку. Современную версию легендарной перископной винтовки. Много разных заметок. Основанная в конце 90-х, компания Advanced Defense Strategy быстро стала одним из крупнейших производителей стрелкового оружия в Великобритании. По состоянию на начало 2007-го года, финансового года, компания является четвертым крупнейшим оборонным подрядчиком в Европе. Ее основал Роджер Говард. Понятно. Опа. Опа, воспоминания. Что это за место? Хорошо. Расслабьтесь. Пусть фотография перенесет вас туда. Вы ощутили легкую изоориентацию, но вам ничего не угрожает. На фотографии головных офисов Advanced Defense Strategy, или ADS. Они являются, вернее, были, ведущими производителями оружия в Великобритании. Они разрабатывали оружие под названием Corner Gun, которое вы, судя по всему, помните. Ну, глава. Твою мать, как здесь оказалось. Я же ничего не помню. Но Corner Gun, вы помните, это оружие с тепловизором и поворотным механизмом, то есть мы можем стрелять из-за угла. Выходящий вызов. Что за херня произошла? Это по-настоящему? Я понимаю, что ответ чуть сложнее, чем ваши вопросы, мистер Блэк, а вы вполне настоящие. Для сейчас успокойтесь и осмотритесь. Окей. Окей. Покрась прототип Corner Gun. The Corner Gun? Скорее всего, да. Мы полагаем, что вас кто-то знает. Это Роберт Раймзи, он работал на конкурентов в компанию FDG. То есть одна компания помогла мне из-за другого. Не волнуйся о том, что все вместе, мистер Блэк. Просто успокойтесь. Успокойтесь и осмотритесь. Ну, в общем, две шпионящие фирмы пытаются украсть друг у друга технологии. Одна из них нас наняла. Что это за игрушка такая дикая? Ладно. Запомни, украсть прототип, уничтожить все данные. Окей. Мне лучше будет ходить вот так. Ну, слушай, это вообще какая-то дичь начинается, потому что с виду обычная контора, что помело такие тайные ходы, это что-то нереальное. Они явно занимаются чем-то более серьезным, чем кажется на первый взгляд. И что это за дичь? Кролик, ты слишком жуткий. Что ты здесь забыл? но ты мне нравишься. Рэббит и его норка. Вы хотите сказать, что тут нужен код, которого я не знаю? Какие будут предложения? А, я в принципе понял. Догадался. Будем искать подсказки на явных местах. Они здесь должны быть где-то. Ну, вот. 8.30 п.м. Так. движение по Эджи Бастон Роуд в Бирмингеме будет перекрыто в обе стороны на участке между... Хорошо. 2.30 и 26.06 до 0.2 и 27.07 Понятно. 8.30 26.06 и до 2.27 Я головоломки не очень люблю. От слова вообще. Опа. А кто это тут такой был? Кого это тут волокли? А если найду? Ау? Кто здесь? Так. У меня есть замечательная чудо-функция. Я могу сделать вот так. пригодится на случай серьезных разговоров. Место очень недружелюбное, поэтому я бы тут был поаккуратнее, потому что где-то здесь есть противник, я его слышу. Слышу буквально всем своим нутром. сканер? Подожди. Зачем мне сканер? Здесь куча труб. сканер что за мать твоё? Все очень просто. Мы создали программу имитирующую ваш сканер из настоящей реальности. поможет разобраться с нестыковками вашей синаптической памяти и ваших воспоминаниях. да и они над нами издеваются. Слушай. Они реально держат нас за какого-то психопата и просто ставят эксперименты. That's not good. Сейчас я уже хочу достать пушку и кому-то навалять потому что кто-то должен отвечать за то что я здесь брожу бесцельно уже где-то минут 15. Наконец-то вы сможете включить мозги а не решать все проблемы стрельбой осторожно вы обожжетесь если поете к трубам слишком близко обожжусь я думал это просто воспоминание так и есть но ваш мозг стимитирует боль от ожога что влияет на разум влияет и на тело причина и следствие с ума сойти что если я скажу что я умею портить в вентиле что ты на это скажешь или скажу что я умею фотографировать слушай тут что-то есть потому что меня верует кеймпад это просто он рад меня видеть давайте просканируем там что-то есть мне хотят показать вот сразу не дают это сделать вещество поздно теплоноситель давайте согреемся давайте все решим старым способом подожди то есть она не открывается да ты издеваешься сбил замок а дверь не открывается причина и следствие все покрутил и здесь покрутим не ну если можно почему бы не покрутить вот так это я это я закрутил закрутил давайте все проверим чтобы все было четенько открутил закрутил а это закрутил все тут у нас получается все сделано как надо теперь можно пройти будет да или нет слушай я не знаю видите тут нет ничего сложного ну да у тебя ничего сложного но у тебя будут скоро сложности со мной если там нужно пройти то почему бы не пройти здесь просто потому что что происходит здесь что-то не так да похоже вы столкнулись с легкой временной аномалией вы вспоминайте события не в том порядке ваш мозг просто хочется во всем разобраться это обычное дело для кого-то для кого-то обычное для кого-то и нет что то это было где я нахожусь то кто мать твою происходят дайте мне вы у нас же у нас же у нас у нас у нас у нас что степень явно за у меня дичь у 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 а у у у sea помнишь меня мой ствол тебя помнят привет дружище долго я тебе мечтал что дальше спасибо спасибо я так понимаю происходит обучение находясь в этом положении вы можете выгнуть корнерган с помощью выстрелить над укрытием а я понял то есть можно у нас слушайте ну прикольно поднимите голову и посмотрите на потолок хорошо пока знаете что это сделано слегка криво потому что я начинаю теряться в пространстве куда блин мне стрелять если я смотрю сюда и выгибаю в эту сторону противник как бы должен быть привет дружок получи мой пирожок хорошо это есть идем дальше неужели ты все это начал иди сюда так ладно у тебя еще есть одна попытка выжить та еб слушайте ну блин просто мать твою я его спугнул что ли что такое да да я его белые индикаторы на торце смартфона указывают где находится аномалии хорошо просканировать объект не вы сделано все знаете очень круто получается что тут мы имеем дело с аномалиями то есть это больше похоже на какие-то фантомы в нашей голове пока что это никак не объясняется но блин это круто а еще круто что у нас здесь сделан смартфон и мы можем прямо с него смотреть за какими иди из пиле я снова в здании иди и в самом деле вы газировками быстро а вот сейчас у нас будет все привет это брэд хотел сообщить о нарушении правил парковки оказывается их убивать то и нельзя как готов оскар папа ромео чарли 0-1 вот козел у нас даже показывает направление куда смотрит противник окей ладно знаешь здесь пока что полезного ничего не нет просто двинусь вперед тихо не спеша просто пойду вперед по своим делам не буду привлекать лишнего внимания я просто турист прохожу мимо с пистолетом обычный день на работе здесь мы что-то подожди машина ее здесь не должно быть что за хрень как и в тот раз мистер блэк это не стыковка постарайтесь влечь из нее выгоду вот из этой тачки я бы извлек выгоду я бы сейчас куда мне двигаться там еще одна машина там еще одна машина посмотри и ее то тут нету эта машина здесь слушай но нам не сильно объясняет с чем это все связано просто пойди и сделай то то как бы восстанавливаем фрагменты для чего и там что-то у нас двери это быть не должно правильно да так точно твою мать подожди я в тебя встать а ты хочешь сказать что что за херня он свалил никуда я не свалил я жду тебя жду тебя на этом месте иди сюда иди сюда иди сюда поговорим у меня руки трясутся поэтому я не могу в него четко куда я попал все, двинемся надеюсь надеюсь он своих дружков не привел конечно еще смотрите в оба иди сюда он вернулся я же просил вас не друшать ход событий мистер Блэк прекратите стрелять у вас мало времени слушай на то мне о времени я вообще ничего не говорю поэтому давай он хочет скрыться ну естественно я хочу скрыться слушать ребят у меня есть свои дела поэтому мне нужно найти отсюда выход так чтобы это было максимально эффективно пойдем по стелсу пройдем здесь Стараемся Пойть крайне незаметно Слушайте, он здесь Здесь он очень близко Нифига не вижу Ну все, я скрылся от ребят Поэтому можно двигаться Не привлекая к себе лишнего внимания Пикапчик Хорошая шутка, парни У нас еще был фрагмент впереди Пойдем туда Попробуем его восстановить Мне В любом случае придется взаимодействовать С охранниками, потому что Потому что они тут ходят Очень тщательно Все высматривая Давай я тебя обойду все-таки Что это за Твою мать Сюда Здесь, конечно, как не Профи Но, ребят Играю с геймпада Добрый вечер Как хорошо Еще один пикапчик Ну да, я знаю, что называется Фургон Нифига это не пикап Но Что вообще дают все эти восстановления Воспоминания Еще у нас есть фрагмент Здесь И, по-моему, я пришел туда, куда нужно Тележка Ну, только-то по трошке Слушай, я, если честно, хотел бы С гораздо большим удовольствием Уходить просто с пистолетом Через С этой бандурой Потому что У меня обзор просто никакой Прицел Тоже Я не понимаю, как это работает Все кажется таким Странным Но Выглядит настоящим Как и сон, мистер Блэк Пока вы спите Лучше я, пожалуй, объяснять не смогу Пандора Пока не способна полностью Имитировать поведение людей Стра здесь не нарушает Здешний парень от вещей Каждое убийство Переписывает воспоминания А это, в свою очередь Может вызвать искажения Будущее На встречу будущему Научно-техническая инконференция Advanced Defense Strategy Ясно Ну что, ребят Спасибо, что смотрели Сегодня было немного Побольше экшена Наконец-то мы начинаем стрелять Мы начинаем реально уже охотиться на противников У нас есть потрясающее оружие Блин, ну, круче вещи Я еще не видел в шутерах Потому что Реально вещь спасает Если вам интересно Комментируйте это видео Ставьте лайки Буду рад с вами пообщаться С вами был Женя Увидимся в новых прохождениях Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok